Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Лев Феликсович Лагорьев, русский живописец-маринист, выпускник Петербургской академии художеств, первого ученика Ивазовского, его подмастерье, может быть отнесен к кемерийской школе живописи. Я цитирую Википедию. Родился Лев Феликсович в Феодосии в 1827 году в семье купца, негацианта, масона Феличи Лагорьева, вице-консула королевства обеих Сицилий, происходившего из аристократического генуэзского рода, согласно сохранившейся метрике о крещении, мать Льва была немкой. Ранее считалось, что Лагорьев окончил Феодосийскую гимназию, однако современное исследование склоняется к тому, что, как и старшие братья, он получил домашнее образование. Увлечение рисованием и любовь к морю определили его дальнейшую судьбу и главную тему его творчества. В 1839-1840 годах занимался Феодосийской мастерской Айвазовского. В 1842 году при содействии губернатора Таврии Казначеева поступил в Императорскую академию художеств, где обучался в наследство герцога Максимилиана Лехтенбергского. Его учителями был Зоурвейд, Воробьев, а затем Веливальде. Летом 1845-го совершил плавание на военном пароходе фрегаде «Грозящий». В 1847 году удостоен малой серебряной медали за финляндский вид. В 1848-м большой серебряной медали за этюд с натурой. Через три года после поступления удостоился золотой медали второй степени за работу вид в окрестностях Выборга. В 1850-м получил звание художника 14-го класса и золотую медаль первой степени за вид на лахте близ Петербурга. В 1851 году был отправлен за казенный счет на Кавказ. В 1852-м окончил академию, приняв российское подданство. Отправился в пенсионную поездку в Европу, где пробыл восемь лет. В течение 1853-го года проживал в Париже, где занимался изучением живописи французских мастеров в Лувре и Люксембургском дворце. В 1857 году после окончания пенсионерства получил разрешение продлить пребывание за границей на собственные средства сроком на два года. В 1863-м вновь отправился на Кавказ в свете великого князя Михаила Николаевича, где ему привелось участвовать в делах против горцев, за что он был награжден мечами к имевшемуся у него ордену. В 1864 году вернулся с Кавказа и окончательно поселился в Санкт-Петербург. В 1900 году был избран почетным членом Академии художеств. Последние годы жизни Лев Феликсович Лагорев писал в основном море, а также береговые виды Финляндии и Норвегии. Умер в декабре 1905 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. Могила утрачена. Вот так вкратце из Википедии о русском живописце-маринисте, первом ученике Айвазовского, Лев Феликсович Лагорев. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»